Всем большой привет! Я обещал сделать зимнее видео про Ford Kuga, я помню об этом. Уже почти конец февраля, а я до сих пор этого не сделал. По многим причинам был чрезвычайно занят на другом проекте. И мне подумалось, что лучше сделать отчет по зимним поездкам, тогда, когда их накопится довольно много. И можно будет протестировать машину в разных вариантах, в том числе и при низкой температуре. Я сделаю краткий отчет, поскольку обещал. Во-первых, расход бензина. Это то, что волнует всех, и меня в частности. За зиму у меня получился расход бензина 13,9. Иногда он опускался до 13,6. Иногда он поднимался до 14 с небольшим, когда я перед Новым Годом стоял в адских пробках. Просто никуда не ехал. Но сейчас даже посмотрю, мне интересно, сколько у меня средняя скорость на данный момент. Давно не сбрасывал компьютер. Средняя скорость у меня... Средняя скорость у меня 18 км в час. То есть, это очень мало. Фактически, я довольно много езжу по пробкам. Машина экстремально теплая. Не нужно ставить на нее никакой вебаста, никакого дополнительного подогрева. С атмосферным двигателем 2,5 литра она прогревается при минус 17-18. Ну, теплый воздух в салон идет минуты через 4. Ну, через 5. Причем, стоя на месте. Поэтому в ней очень тепло. Подогрев стекол, особенно переднего стекла, это рай. Я ни разу не брал за всю зиму скребок в руки для того, чтобы чистить переднее стекло. Боковые стекла пару раз отскребал ото льда. Но, учитывая, как тепло становится в машине, они тоже довольно быстро оттаивают. Значит, машина на дороге устойчива. В целом, очень положительные впечатления. Из отрицательных впечатлений, как я и говорил в осеннем обзоре, это то, что машина на дороге ведет себя менее устойчиво, чем та же Skoda Yeti, которая была у меня до этого. Вообще, среди машин, которые я рассматривал, пробовал и тестировал, больше всех мне на ходу понравилась Subaru XV. Она просто как по рельсам едет. Skoda Yeti была хороша. Ford Kuga все-таки он более валкий, более раскачивающийся. Он перестал рыскать по дороге. Это действительно было связано с накачкой колес. Но все равно характер движения чуть-чуть менее уверенный, чем у Skoda Yeti. Не настолько, чтобы я сказал, что машина плохая, и я хочу сесть на другой автомобиль. Но просто если отметить некую тенденцию, то эта тенденция именно такова. Еще из минусов задний дворник, который не поднимается, его трудно зимой чистить ото льда, поэтому, ну, такой микроскопический, но минус. Снежинка горит желтая все время на табло, это тоже минус. Но в целом впечатление, вот машина сугубо положительная. Особенно радует подогрев руля, который ты обнимаешь всю зиму и просто садишься в машину и сразу снимаешь перчатки в любой мороз. Потому что руль сразу теплый. Вот. Поэтому зима прошла нормально. Расход топлива меня не испугал. 13,9, знаете, цифра большая. То есть, на прошлой машине зимой у меня было где-то, ну, к 10 литрам, наверное, а здесь 13,9. На 40% больше. Боже мой! Ну, на прошлой машине я заправлялся на 1700, на этой заправляюсь на 2, на 2,100. Честно, я эту разницу не чувствую. Поэтому, в принципе, она есть. Является ли личной для меня она существенной? Я ее не заметил. Скажем так, она меня, кроме этой цифры, меня больше ничего не тревожит. Очень динамичный разгон. То есть, кажется, что машина валкая и такая очень спокойная, запаса мощности нет. Но нажимая на педаль, она мгновенно отдает мощность. И надо отметить хорошую работу автомата, потому что он подстраивается под ваш стиль вождения, отдавая ровно столько, сколько вам необходимо. И очень быстро реагируя на нажатие педали. То есть, никаких проблем с этим нет. Вот. Поэтому будем считать, что это зимний обзор. Я не пожалел, что взял Ford Kuga, но только с атмосферным двигателем и без турбины. Машина теплая, машина тихая, и я ее доволен. Спасибо. Да, еще раз отдельное спасибо компании CityGate, которая поддерживала мои прошлые ролики. Я обещал о ней упомянуть в этом ролике. Я по-прежнему с вами, я по-прежнему пользуюсь вашими картами. И летом собираюсь ехать на Мальту. Буду скачивать... Буду скачивать карту Мальты на CityGate. Спасибо. 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 Спасибо.